Как ты одеваешься там в темноте? Как уходишь признаком, молча, не обращаясь? Дописали мы свой роман про любовь, И хватает лишь пары слов. Посиди со мной, поговори со мной. Я хочу запомнить, как падает снег, Медленнее обычные падает снег, Как душа по комнатам бродит обнаженной. Скоро закручит эхо нового дня, Начинает Бог без меня. Не буди меня, освободи меня. Спектакль окончен, Гаснет свет, Ты на 100 дней больше не. И останови музыку. Останови музыку и хэппи-энд, Блядь, я не спою это больше. Это такая стрёмная песня. Когда останови, поэтому останови. И все, блядь. Останови планету, дайте выйти просто. Дайте проблеваться в космосе, Чтоб никто не спалил. Ай, вот такие вот дела мои хорошие. Че, этот придурок ушел отсюда? Про эту трассу? Сейчас проверим, он здесь или нет. Сейчас, если он здесь, он даст реакцию по-любому. Просто обосраться можно, Как эту песню, я не понимаю, Как эту песню петь. Я не понимаю, как Гагарину петь, Я не понимаю, как убрать эти ноты. Вообще просто. Останови музыку. Спектакль окончен, хэппи-энд, блядь. Он тут? Ау, что ау? Покрутись на ую, ау. Челена, кто отец ребенка, блядь? Кто отец ребенка? Кто отец ребенка? Не знаю. Давайте мы гадаем на карту. Мы знаем, кто отец. Кто брат, кто сват. Блядь, люди просят дубай. Говорил, что пока. Ну, это вообще просто балабол ты, Рассел. Ба-ла-бол. Что есть такое? Юм. Не купила я новый телефон. Мне завтра все узнаете. Или послезавтра. Рассел, если ты сейчас со мной... Вот все, я тебе даю последний шанс. Хорошо, ладно. У меня хорошее настроение, так уж и будет. Я тебе дам. Последний шанс. На искупление свое видно. Хорошо, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, поднимайся. Хорошо, давай. Но если ты сука такая, сейчас не споешь, со мной вместе этот рэп батл, мы с тобой расстаемся, блядь. Все. Вот мы расстаемся с тобой, и вот мы будем с тобой. Баша с тобой? Ура. Давай, добавляйся, Рассел. Хорошо, давай, 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 давай. Покажи мне, что ты сможешь. Давай. Давай. Ура. Ну и где этот Рассел ваш? Май, Панчи, не поймешь, сбохнешь от бесилия. Так, ладно, готовим наш микрофон. Микрофон, подождите, сейчас мы ставим, сейчас нас будет, раз, два, три, четыре, пять, я не заика, мы ставим микрофон, сейчас, вот, наш микрофон, поставили, я готова петь, раз, раз, как меня слышно, давай, выйти в прямой эфир сразу. Все, ты осознал свою ошибку, надеюсь, да, 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 точно, то есть ты понял, что это мамочка, да, когда будешь готова, скажи, я готова, все, давай, так, случилась, видно, эта судьба, невозможно, стало мне после этого, подожди, мы еще минус не включили, подожди, я начинаю, как я только заканчиваю, только закрываю свой рот, ты начинаешь петь, да, все. Давай, все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это за дерьмо? Ну, подожди, я же про тебя пою. Что ты поешь? Я вселенную, я вселенную. В смысле, я про тебя пою? Я про себя и то лучше спела, чем ты сейчас про меня. Субтитры сделал DimaTorzok Ты спела уже 300 раз, я первый раз спел, да, еще раз 2 раз спел. Включай, включай. Давайте, давайте, минус и будем петь. Что ты поешь? Ты даже ничего не можешь. Ты же, блин, даже минус не включаешь. Хорошо, давай, заново, да? Да. Если ты опять какую-то херню споешь, честно, наш батл завершается. Давай, поправь свои реснички и вперед. Я подбросила реснички, поехали. Боже мой, ты сейчас, мне кажется, с этим паром улетишь куда-нибудь. Так, окей, поехали. Только ты рот, пожалуйста, открывай пошире, чтоб тебя слышно было. Я стерва, я селена, ну что еще такого хрена? Модные очки питаюсь без лютена. Такие, как ты, я ем на завтрак, кружу к обеду. Сажу свое авто и еду, я не фемилистка. Заряды були равноправят, просто для меня тебе такие правила. Все под контролем, у дикой львицы. Для меня скандал, повод бодриться. Мои волнующие формы, бодрить политиков на новые реформы. Я, я устанавливаю нормы. Я, я устанавливаю нормы. Селена, устанавливаю нормы. Но... Ебать, ну там припев должен быть, ну не сбивай меня. Подожди. Ебать. Селена, стерва во вселенной устанавливают нормы. Сука, перебивай меня сто раз. Не перебивай, подожди. Ну что, пока вот тут не подняли со скуки. Пора все брать в свои руки. Чего интересно, сука, добилась скандал под себя. Такого ложилось однажды с нее. Ты уже слился в ебалке по роже и опять разозлился. Опять еще раз ты ей ебал, потому что у тебя проебан волнал. Еее. Брят, песня какая-то про проститутку. Уж ва жара. Она тебе сосала до конца сериала Её звали, по-моему, не Вика, а Алла Хуёво сосала Хуёво сосала Проститутка по имени Алла Хуёво сосала А ты дал по-ебу ей налом И заплатил ей налом Ты отплатил ей налом А она отблагодарила аналом Сейчас с тобой, блядь, сочининку, подраздишь Сейчас пойдёт жара, сейчас мы переплюнем с тобой Моргенштерна Давай Моргена споём Я, а ты-то где, не знаю, как он поёт Вот это вот Давай споём, допустим Ну, давай, блядь, споём Заблокировать же? Ой, не заблокировать, пожалуйста Нам нельзя с тобой матрицем Давай Кадиллак Ты знаешь, что умеешь пить Кадиллак? Я не умею пить Кадиллак Ну, давай попробуем Сейчас фигня получится Спасибо на подписочку Заразовая хата Спасибо Чё там он поёт? Я не понимаю Давай этого скрипа Ты специально берёшь их полмиссии, которых вот я не понимаю, что они поют Мне как будто я знаю язык Вот у них приступ эпилепсии случился И как будто вот они уже язык практически проглотили Я не понимаю, что о чём поют они Давай Жить, как я живу Там понятно всё будет А это кто поёт? Скриптонит, это новый альбом Жить, как я живу Я не знаю, Скриптонит, это новый альбом Ну, пиши Бумажки с виски Что-то смочь на меня Рожь, прокодилия В голове, пом, дрей Стрёмная фамилия Мои пачи, не поймёшь Что пишет Я говорила Все стране, как ты любишь Коль В общем У него повадки просто пиздобол Ой, подожмите Я не премерпаюсь матом Я ей любил Блин, вот без мата неинтересно вообще У меня же личная девочка Эй, девушка, красавица Ты мне очень нравится Хоба Уважаемый, уже У меня есть уже Давай какую-нибудь другую песню споём Что-нибудь такое, знаешь Чтобы вот, ну, как бы это Ну, давай, девочки, красавицы Я кончаю на столе У тебя на... Ля-ля-ля-ля На игле Я кончаю на столе У тебя на игле Ну, ладно, хорошо На игле Я спела на игле Без мата Угонит Угнала Тебя Угнала Давай это солнышко И помашет в руках И помашет в руках И помашет в руках Давай-давай Чё, серьёзно? Он не может петь Не знаю, ты что-то в расу В этой жизни можешь Давай Джастина Бибера Печис Действительно, давай 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 Я просто Джастина Бибера Каждый день пою Просто everyday I got my peaches Но я ни хера Я не знаю Какой ты молодец Давай Плачет смотри Вон глаза твои И если бы не ты Ты б... Знаешь, что песня? Плачет смотри Писью подотри Давай, может, постмолона? Кого? Постмолона Я не знаю, кто такие люди вообще Я знаю Олегрова, понимаешь? Олегрова, там 90-е, барабайка Выключи, пожалуйста, вот это вот непонятное что-то там включило Выключи, пожалуйста, меня это раздражает Я думаю... Давай Кив Стонера Кого? Кив Стонера Я не знаю этих людей, которых ты не называешь Вободу Вободу? Последний герой Хорошо, ладно Я не знаю эту песню Я знаю Раздевайся, ложись Раз, пришел Давай вот эту Я не знаю Если чё, Абаха Последний герой Джак Халик Я эту песню знаю только если чё, Абаха Ты не падаешь на милли-милли-миллион Ледяна, миллион карата Ты Несиси мэнс, мэнс Да ну нет Замаси горжан Замаси горжан Мне не нравится такой репертуар, который ты не предлагаешь вообще А что, блядь, давай Мияги Ну а потому что есть Лёшка у тебя А Лёшка Какая малолетка, малолетка? Макс Котш Нет, малолетка, что такое малолетка? Макс Котш Нет, я знаю только, знаешь, какой? Малолетние шалавы По трусовку собрали И Гнуться на нам, как костряло все изряд Ой, малолетка Вселенная малолетка Вселенная малолетка От души разорвалась клетка Ой, малолетка Вселенная малолетка Набила на луну Макс Котшу, сколько тебе лет? Идет тебе как метка А сколько дашь? Я не даю, я у тебя спрашиваю 6 декабря было 27 Сколько? 27 27 Так, ладно, хорошо Шансы еще есть, что мы с тобой что-то нормальное споем Давай малолетка Да я не знаю малолетку Я не знаю эту песню Ты можешь понять Своей головой 27-летней Как твоя сестра? Я не знаю, как она где-то там Где там по соседству? Ебать по соседству Она с одной стороны Америки, а с другой Что я могу поделать на судьба? Тяжу дома и вонять шурмой какой-то Я буду в Майами скоро Через неделю Молодец Давай малолетка Потому что скучно уже Люди просят Малолетка, я не знаю эту песню Понимаешь? По любую песню Просто открось на рот по шире Открось на рот по шире Мне не нравится этот эгрессивный тип Открывай ротик и говори Что он поёт? У него всё в жизни хуёво Горжа вашего Давай про «Жить в кайф» Жить в кайф? Я выбираю Давай плач и смотри Давай Эминема Давай Годзилла Эминема Я не знаю Годзилла Эминема Я не знаю Годзилла Эминема Мастер Ати, своя рома 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 Я пою, короче Группу не пару Плачу в нём Рома 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 Выпишите, пожалуйста Бизде Ты чё ты, блядь, английский не знаешь? Давай Давай Федука Лов Братра Лов Бабака славы издалека Блядь, ты будешь ты, санина Ван, ты не санина, ты свинина Свинина, ты будешь петь Я себе уши стала палить, смотри, что с тобой стало Смотри, как рука выросла, раздумывайся Красивый маникюр Спасибо Красивые глаза Ой, хватит, а? Давай это Читай свой рэп там Вселенная, Вселенная Чё там прочитать? Давай прочитаю, знаешь, кого? Кого? Ну давай, как минимум Я могу Блядь Давай этого, давай 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 с криптонитом Ну давай с криптонитом Ну давай с криптонитом читаем Не, давай киевстонера Самка и киевстонер Давай, давай, щас секунд Салам всем моим дерьям Шараут Если ты хейтер Ну-ка, дети стали в ряд Это инстасамка Сейчас будет вас разъёбывать Готова? Ты можешь попериться Хорошо А там будут пару матиков, нормально? Хорошо, давай ты уже начни что-нибудь делать Вмоляю Всё, пишу и делаю Фу, мне дом воняет шмурной какой-то непонятным Походу опять начался токсикоз Киевстонер Киевстонер Вместе с самкой будет сейчас Ты давай уже пой, уже хват... Нет, разговаривайся Плачи, смотри Так, смотри Трек называется Трамп Ким Трамп Ким Трамп Ким Давай, начинай Мне уже нужно стаскать Готов? Да, давай Сейчас разжублен Ну прикинь, мне в прямом эфире буду рожать Это будет забавно вообще, это будет очень А что, прикольно Да Ты будешь репчат, я тебе буду рожать Класс Ты будешь петь или нет? Ты будешь петь или нет? А послушивание Пластай, говорит Я бабла, ням-ням-ням. Моя жизнь не подвела. На концертах, сучка, плавают плакать. Я не постучаю. Как ты куча, меня не так же надъебись. Глотай пиво и заткнись. Сейчас он подождит таксист, он уже добит на пиво. Ты сказал, что ты будешь петь, Рассел. Эй, гайс, у меня все найс. Эй, гайс, у меня все найс. Ты дурок. Блядь, давай этого Киевстонера сам. Все, мне, хорошо, все, Рассел. Давай вместе трек запишем. Ну давай. Ты рот твой не открываешь, ничего не поешь. Ты, блядь, открыл рот. Ты не поешь. Давай будем петь. Хорошо, вот. Сразу припев. Готово? Готово? Давай. Давай. Шараут, если ты хейтер. Ну, когда ты писали в ряд, это Исто Санкобряд. Слушай, все мои идеи. Шараут, если ты хейтер, это Исто Санкобряд. Это Исто Санкобряд. Ты где? Дон-дон, беппи. Дон-дон, беппи. Резки надоели, чтобы скрыться от проблем. Мы в лагерь залетели. В нашем имя, дети, света, нас, и вы всегда на трепе. Все молчат, я говорю. Лексис Тонер, я пою. Эти три минуты лета будет сушить все планеты. Если ты для них... Все, ладно, Рассел. У-е-у-е-у-е. Все. Все, пока. Подожди, последний раз. Нет. У меня сейчас башкал скипит. Я не хочу... Раз, ну все, я не хочу запороть... Вселенная. Вселенная правда... Опять левый бок почему-то болит. Ох. В чем не чешется живот? Постоянно. Я думаю. Так, ладно. Сейчас в эфире с Дома-2. Триан Дешвили, Тата Блюма, еще одна. Родила по... Почти 400... Ребят, ну... Я не знаю, за чьей-то статистика. Мне не важно, сколько у меня людей сидит. Четырест... Пятьсот. У меня то 400 сидит, то 100, то 700, по-разному. Заходите, не просирайте мои эфиры, вы будете видеть количество людей. Все, раз, ну пожалуйста, ну реально весит уже... Просто из-за того, что я сижу с тобой, мы с тобой делаем эфир, так далее, у меня эфир от этого загибается. Ну что ж такое, прям воняет шаурму, я не знаю откуда воняет шаурму. А место, которое их приносит. Хочу представить нашего нового пресс-секретаря ОТОН Герман Ивич Крепер. Отвали от себя, правильно, нечего ко мне рисковать. Жили-были мы на краю, с нами был тёплый июнь. Когда я начну нормально петь, пожалуйста, скажите мне, друзья. Так, ладно, давайте пообщаемся с вами. Как ваше настроение, пульс дубления, там все дела? Хочешь длинные волосы? Да, хочу. Хочу длинные волосы. А ещё я хочу, чтобы у меня, смотрите, хорошо, давайте добавим кого-нибудь в эфир. Люди, вы добавляйте в эфир. О, здравствуйте. Привет. Да, привет. Здрасте. Прям не ожидал, что примешь. Почему не ожидал? С чего такая неуверенность и то, что не ожидал, что против приму? Да, 18-летние комплексы. Такие комплексы 18-летние? 18-летние, да. Ага, прекрасно. Ну ты присядь, успокойся. Да. Выдыхай, ты со мной на эфире. Начинаем разговор. Расскажи про себя. Обычный парень с малоизвестной страны, очень ужасный, я бы так назвал. Какой? Армения. Знаешь такую дыру? Так, хорошо, Армения, отлично, Армения. Так, давай. Ты зашел ко мне на эфир, позвонил мне на эфир, задавай тему эфира. Даже не знаю. У тебя здесь. Ну смотри, ты зашел ко мне, давай, мыслиться логично. Давай. Ты звонил мне на эфир, правильно? Да. Зачем? Знаешь, сейчас объясню. Я человек малообщительный, интроверт больше. И для меня это как бы еще и вызов. Я мало общаюсь. Мне как бы было приятно позвонить, вдруг примешь, пообщаться с нами. И помолчать, позвонить и помолчать. Блин, стесняюсь. Такой человек. А я почему тогда не стесняюсь? Ну ты раскрепощенная, ты более общительная, я не так. Я что, должна тебя сейчас раскрепостить? Позвонить, поговорить, может это мне как-то поможет. Ты раскрепостишься? Ну, да, можно так сказать. Как ты хочешь, чтобы я тебя раскрепостила? Ну, просто разговор. Не знаю. Разговор. Ну давай, разговор о чем? Ну, о чем хочешь. Я личность. Не надо. Так, успокойся, успокойся, подожди, не нервничай. Вытри свои потные ладошки, выдыхай. Нет, нет. Это мозоль. Ты расскажи, вот например, хорошо, если ты решил раскрепоститься, давай тогда тебе задам вопросы, на которые ты мне поотвечаешь. Раскрепоститься ты хочешь ради чего? Вообще, какая цель твоя, вообще жизненная, для того, чтобы ты раскрепостился? Ну, то есть, для чего нужно тебе это раскрепощение? Потому что мне это в многих местах, мне это мешает. Например? Например, в очереди в магазине мне банально неприятно. Что неприятно? Например. Ну, общение, люди. Я часто думаю, что обо мне подумают окружающие. Это меня напрягает. Я понимаю, что, ну, какое их тело. Я живу так, как я хочу. Это мое дело. Но я... ...образ жизни, может быть, ведешь, но как-то неправильно одеваешься. Почему ты думаешь, что про тебя люди могут подумать, что ты какой-то не такой? Объясню. Потому что Армения, она, скажем честно, страна немного отсталая. Тут взгляды такие, скажем так, отсталые. И мне тут вообще... Взгляды отсталые. В чем они отсталые? Евген Ну, да. Ну, так что прямой – я вообще не хочу жениться. Не жениться ни детей. Вообще ли когда? Ну, знаешь, я думал, что я сейчас молодой, так думаю, в будущем, наверное, мне все-таки захочется. Понимаю, да, наверное, в будущем. Сколько тебе лет? 18. 18 лет. Но у тебя все впереди, я тебе хочу сказать. Года. Я так не задумывался с теми. Ты можешь убрать руку от лица, это все выдает твою неуверенность в себе. Неуверенность. Выдыхай, нормально, общайся, я тебя не съем. Да, планы есть, они колоссальные. Реализацию в этой стране, как ты планируешь себя реализовывать? У тебя есть какие-то предпосылки, чем ты занимаешься, какой-то вид, какой-то род деятельности для себя рассматриваешь? Какая-то, может быть, визуализация у тебя есть, например, там, где ты хочешь жить? Музыка. Я хочу больше. Что ты делаешь для того, чтобы заниматься музыкой? Ты играешь на, не знаю, на инструментах каких-то, возможно, поешь? Я пишу текста. Да, у меня уже 4-5 треков. Я даже участвую в ProBattle, если знаешь такую площадку. Правда, дальше первого раунда не прошел. Но стараюсь. Какие тексты ты пишешь? Зачитать? Зачитать? Делал. ну это больше это больше подбит сделай красиво прочитай красиво ты ко мне в эфир на пришел убивать свои комплексы убери от головы руку господи это пожалуйста сделаем просто так ты хочешь себе убить комплексы ты просто внутри кричит от бит и то как бы ты под него прочитал свой трек и сперту колмен алиэн гудвай сомнением забвением несет за фунты самомнением раздуты но вы круты но дум за дебюте разорвался пуфы гидавит как воров тути перейдем в суте йо минус уши сырка суши не помогут бируши мируши так у рыбля олигофренов плюс разработки антигенов течет мэр венов генов доме стена строка в треках громом небе стучи с томом двери эй мой дом звезда смерти на планете хэл смотрю поражает что вы слушаете ужасаюсь опасаюсь не схватить от вас болезнь называть это рэпом лучше по венам ножом чем назвать говном узлом эй я спасу вас таки быть уничтожу все бытие бегите на кости горите не простите пощады в моих глазах вы гады на сладчаса спаты на тела ты самый боевой потряде нашел место в мансалате слона солнца после смерти разгораюсь ярче мою перешит И вот так, понимаешь, так же смело тоже найти по жизни. Не важно, кто с тобой будет разговаривать, не важно, кто с тобой будет сидеть и общаться. У тебя есть талант, у тебя есть, ну, как бы, да, ты написала такие, я бы, например, смогла вот так вот на одном дыхании вот так вот всё сделать и пропеть. Достаточно ты уверена, либо ты в себе не уверена, не всегда получается всё в первого раза, не всегда, это нормально. Ну, то есть, блин, как бы главное, главное не бросать своё дело и делать, 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 делать и не подстраиваться. Лейбл – это не группа? Ну, не лейбл, а, например, где ты себя выкладываешь, например, на площадку или нет? Ютуб канал. Ютуб канал. Ютуб – это? Просто на ютуб канале. Что? На ютубе-то есть? да да вообще в принципе если ты говоришь ты пишешь тексты ты пишешь какие-то там вещи а ты биты сам пишешь? да полностью блин классно вот блин я вот например не умею писать сама биты если бы я умела бы сама писать биты а биты пишу не я, биты пишу не я, я текст пишу бит мой друг пишет ну хорошо биты пишет твой друг ты пишешь там текст и так далее и тому подобное блин если бы у меня был друг который бы мне писал биты я бы писала песни я бы даже не было бы доли сомнения в чем-то стесняться или в чем-то сомневаться я не понимаю почему у тебя такая ситуация это ненормально понимаешь из того то что скорее всего вот в армении ты говоришь у тебя куча таких да вот тем что навешанных комплексов и так далее и тому подобное это тебе мешает избавляйся от этих лекарей одну вещь победителя не судит Если ты выйдешь со своими треками, со своей жизненной позицией победителем, тебя будет очень сложно судить. То есть твои родители уже не будут тебя осуждать, судить и говорить, что ты какой-то неправильный такой, потому что они не смогут тебя. Пока ты не показал им результат, что ребят без помощи того, чтобы твоими навязывать все правила, я выбился вот в такой топ, они, конечно же, будут тебя пытаться ставить на место и так далее, потому что, возможно, у них тоже там родители, которые, да, там бабушки твои, дедушки, они тоже навешивали им какие-то правила. Эти времена уже давным-давно прошли. Творчество, творчество не судят вообще никогда. Самое главное, покажи, что ты, ну, как бы, что ты можешь на этом выехать, то есть ты на этом можешь любить бабки, сделай нормальный Инстаграм. Даже если всё не будет получаться, главное, делай, делай, и всегда будут люди, которые тебя будут осуждать, всегда. Даже если ты будешь, там, не знаю, правильным категоричным мужиком, там, не знаю, в Армении, тебя по-любому будут говорить, там, типа, ты армяшка, или там неверный, или там ещё какие-то моменты. До хрена, до хрена будет людей, которым твои дяды и нравятся, и так же не нравятся. Это нормально. Это нормально, потому что люди... Ну, то есть, если ты покажешь своим родителям свою победу с помощью того, что ты пишешь треки, с помощью того, что ты пишешь песни, они тебя не будут судить уже. Они уже будут тебя гордиться, потому что реально победители не судят. Ну, родители вообще-то на моей стороне, но это меня просто убивает здешнюю менталитет. Ну и всё, это всё, это нормально. Тебя всегда будут суждать. Ротировка луны на лбу. Мне пофигу, что про меня подумают. Я не пришла в магазин голый, не оскорбляю никому, я никому не делаю зла, не причиняю никому говна и так далее. Я пришла, взяла в магазин продукты, я достаточно вежливо отношусь к продавцам, к людям, которые... Если человек меня первый задевает, если он как-то говорит, да, я отвечаю. Первое, я не буду никого сделать. Всё, мои правила, мне пофигу, что про меня подумают. Всё равно абсолютно не нужно пытаться лезть в голову другим людям. Это бесполезно. Потому что они так же, они так же себя чувствуют абсолютно, как и ты. Они тоже приходят в магазин, они думают, что они как-то не так думают. Это у всех людей, это нормально. Не думай об этом. Думай о том, о своём, не за царя свои мысли тем, что о тебе кто-то что-то так подумает не так. Ты же там, если ты не моральный какой-то урод, ты не ходишь там, я не знаю, не педофил, не там так говорят и тому подобное. Ты нормальный человек, всё. Не нужно из-за этого, там, не знаю, там... Как ты себя как-то чувствуешь? Конечно, не надо. Ты делаешь творчество. Творчество не судят. Что есть такое? Поэтому успокойся и не пайся. Это нормально. Это нормально. Будь с собой. Будь с собой. Какие-то ещё проблемы? С возрастом это проблема станет легче, как думаешь? Нет, если ты сейчас её в себе не проработаешь, она с возрастом может только усугубиться. Да потом свои комплексы можешь переложить на своих детей, на свою жену. Оно тебе надо. Стань сначала полноценным человеком со своим «я». Уверенностью и так далее. Чтобы тебе можно было потом проще и отношения заводить и так далее. Отношения пока что заводить тебе рано. Тебе не нужны эти отношения, потому что ты ещё не состоялся как человек. У тебя они не к чему. У меня есть такое. Вот, поэтому пиши свои треки. Ну, а ты свои треки, у тебя есть какие-то договоры, ты всё это делаешь? Нет, у меня есть битинги, на них пишу. Ну, когда полностью закончу, записываю и выкладываю. Куда выкладываешь, на iTunes? На YouTube. YouTube, ВК. Ну, а ты как-то, ты как-то, не знаю, лицензионку на себя делаешь, вам мало ли кто-то у тебя возьмёт этот трек заберёт? Этих схем не знаю. Ну, займись профессионально, почему ты этим не занимаешься профессионально? Это очень плохо. Ну, спеши нормально профессионально, пару треков, пару песен, выложи, пускай люди потихонечку слушают. Буду стараться. Ну, а помимо музыки, творчества, чем ты занимаешься ещё? Спорт. Какой? Тренажёр просто, ну, тяжести. Это прям моё, кайфую. Ну, и занимаюсь профессионально. Убери ты от головы руку, это показывает твою неуверенность в себе. Да. Валюс. Мужик, который не понимает, то ему подрочить, то ли ему кончить. Непонятно, не надо так делать. Успокойся. И делай свою тему, делай свою музыку. И не бойся общаться с людьми. Даже если человек, ты считаешь, например, красивее тебя, увереннее тебя. Не важно, будь уверен сам в себе. Не важно, что про тебя подумают люди. А ещё вот, как стать экстравертом, тоже можно узнать. Экстравертом ты никак не станешь, ты изначально интроверт. Какому-нибудь скажешь. Какому-нибудь скажешь. Какому-нибудь скажешь какого-то человека. Со-вер-ш-е-н-но. Вот мне, например, люди пишут... Как вы ухудрежете в kennечном universe?